Пссс, Жека, а хочешь, я тебе свою историю расскажу, как я создал весь мир Майнкрафта? Ха-ха-ха-ха! Ну, ну давай. Ну, короче, смотри, я взял палку, взял женщину, засунул эту палку женщине в дом. Что тут происходит? Сыновья мои, дьявол, что за ересь ты несёшь? Ты понимаешь, я после таких слов вообще не смогу лайки наколдовать, что ты творишь? Но ведь нам не нужны лайки, Жека, нам нужны только дизлайки, ха-ха-ха! Сыновья мои, не слушайте его! А меня уже вообще никто не спрашивает, а? Заткнись ты вообще, ставьте дизлайки, о-о-о-а! Так, кыш отсюда, быстро колдуй, чтобы лайк поставили! Ладно, ладно, ты не кричи только, будь спокоен, слейся с природой, ощути гармонию. Тебя тоже прогнать отсюда или как? Всё, всё, колдую, колдую, блин. А-а-а... 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 Ну всё, теперь хоть историю-то моё послушайте. Историю о том, как я создал мир Майнкрафта. Здарова, с вами я Жека, и вы попали в мою рубрику, которая называется СИМУЛЯТОР БОГА В Майнкрафте, да, в Майнкрафте, это я не бог, если что, это я просто только в Майнкрафте бог, а так еще пока что вроде это, обычный, обычный человек В этой рубрике я каждую серию создаю мир Майнкрафта своими руками Мы уже с вами построили наше первое поселение, в котором живут наши жители, которые здесь что-то добывают, что-то строят Мы также им сделали такой замечательный лес, который, правда, они уже вырубили Охренеть, вы реально вырубили весь лес, вы что, совсем с ума сошли? Я же вам говорил, эконом не работайте Епифания, это что такое? Почему весь лес вырублен? Я не знаю, а ты вообще кто такой? Я кто такой? Сдохнет, падла Вот что бывает с теми, кто не слушается бога Жеку В прошлой серии мы прокачали наше самое первое поселение до второго уровня С помощью вот этой вот горы, в которой они добывают ресурсы Правда, почему-то вход в гору вот здесь, вот, а деревня здесь, а здесь вообще ничего нету Надо бы это, наверное, исправить Мы также сделали нашим жителям морской порт, с помощью которого они смогут, наверное, в будущем плавать куда-то Я на самом деле не знаю, только почему-то здесь какую-то они фигню построили Ребята, я же вам... Придурки А также, наконец-то, в нашем поселении все стали верить в бога Ну, то есть, в меня Я же бог, они все верят в меня Теперь в нашем поселении вообще нету еретиков, которые бы не верили в бога И которые бы сеяли раздоры, страдания в нашей деревне Мы абсолютно всех убили с помощью погибели еретиков и прокачали нашу деревню до второго уровня И теперь здесь еретики вообще не спавнятся Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе Еще у нас, конечно же, есть алтарь для жертвоприношений Сюда я приношу в жертву хейтеров, которые не ставят лайки под видео и которые пишут плохие комментарии Вот, я их сюда приношу в жертву И у меня, вот видите, карма увеличивается, увеличивается Но это значит, что хорошо, знаете Это когда хейтеров убиваешь, это хорошо Когда не убиваешь, это плохо Карма падает Смотрите-ка, у нас уже достаточно много кармы Поэтому я думаю, что нам нужно восстановить лес, который здесь они полностью вырубили Надо им снова его сюда поставить, чтобы они снова его вырубали Потому что деревья, это все равно пока что наш строительный материал Хоть у нас теперь и в деревне появился камень Теперь наши жители еще и работают на шахте, добывают камень, строят каменные постройки Но все равно большинство построек сделаны из дерева Поэтому деревья должны постоянно расти и должны у них быть Потому что без них они просто не смогут ничего дальше строить В прошлой серии мы с вами узнали, что когда у нас набирается 500 кармы То нам открываются новые постройки А именно пустынные постройки Кстати, вы уже заценили мой новый скин Это скин бога Жеки О, какой маленький сосочек У-чу-чу-чу Короче, для того, чтобы мы смогли сделать наши новые пустынные поселения И сделать настоящую Африку в нашем Майнкрафте Мы должны немножечко подкопить кармы Именно для этого я сейчас подлетел к нашему алтарю К нашему столу с жертвоприношениями различными И у нас уже появился блок пустынной деревни Но, насколько я знаю, когда у меня будет 500 кармы У меня должна еще и появиться сама пустыня Смотрите, еще и пустынная шахта какая-то появилась Вообще класс Еще и пустыня появилась Смотрите, супер! А еще мне дали мой самый прикольный инструмент Вы только посмотрите Это странный лук Да, действительно, как-то странно он называется Странный лук С помощью этого странного лука Мы сможем подстреливать всяких неверующих Вот, например, этих чувачков По-моему, они не верят в меня Вы посмотрите, они смотрят, что-то ходят На! Бан! Все, минус 1 Да-да, чувак, твоего друга только что я убил Поэтому ты смотри Если не будешь верить в меня Тебя ждет такая же участь В принципе, я уже прямо сейчас Смогу сделать нашу пустынную деревню Но я хочу сделать все очень красиво Мы тут с вами, в принципе, уже сделали Небольшое озеро Но я хочу сделать нормальное море Через которое наши Поселенцы будут плавать в пустыню Да, как вы, наверное, уже поняли Я хочу сделать небольшую реку Которая будет везти в нашу пустынную деревню Так что давайте прямо сейчас возьмем наши блоки моря и... Что мне только что дали, не понял Смотрите, мне дали пузырьки с водой и обычные пузырьки, не понял, а что они делают? Пузырек с водой Ооо, я могу вызывать дождь Охренеть просто Я повелеваю погодой Ну-ка подождите, а если я пустой бутылёк выброшу? Бумс Офигеть, дождь заканчивается Вы же помните, в предыдущей серии наша деревня бывало начинала гореть Из-за того, что мы не успевали убивать не еретиков С помощью этого дождя мы будем тушить огонь Давайте не будем зря терять времени и начнем потихонечку уже делать море Которое будет вести к нашей пустынной деревне Если у нас здесь обычная деревня, то я думаю, что где-нибудь вот здесь вот мы сделаем пустынную А это значит, что для начала нам нужно сделать большую-большую реку туда Главное делать наше море неровным Потому что если мы сделаем его очень и очень ровным, то это будет выглядеть тупо Давайте уже попробуем устроить небольшой потоп Ставим блок моря Оу, смотрите, водичка-то уже появилась и водичка потихонечку потекла Как мы уже помним из предыдущей серии Если я просто так поставлю где-нибудь море То оно разольётся просто по всей нашей карте и всё будет очень плохо Поэтому, знаете, нужно аккуратно пользоваться этим морем А то можно и так глобальный всемирный потоп устроить Здесь вот море поставим И где-нибудь вот здесь вот мы уже поставим нашу первую пустыню Которую у нас уже забрали, потому что у меня опять нету кармы Ладно, пошлите копить карму Что ж поделать-то? Опять они лес вырубили Епифани! Я ж тебе говорил, хватит лес вырубать Заколебали, честное слово Капец вас тут наплодилось Капец просто Так, у нас в принципе уже очень много кармы Так что я думаю, что мы можем потихонечку делать нашу пустынную деревню Но вначале я хочу сделать обычную пустыню Потому что мне кажется, что сразу же делать поселение возле моря Это как-то немножечко странно Ставим нашу пустыню куда-нибудь вот сюда Оу, смотрите какая она классная Просто щик-пук, смотрите как классно получается Насколько я знаю, чтобы нам построить пустынную деревню Нам нужно возле пустынной деревни Сделать пустынную шахту Господи, как все сложно Для начала нам нужно подумать, где у нас вообще будет находиться наше поселение Я думаю, что поселение можно поставить прямо вот здесь А шахту забабахать где-нибудь вот здесь Ладно, давайте вначале просто поставим нашу пустынную деревню Посмотрим, как она будет выглядеть Например, вот так вот Вау! Она сразу же построилась? То есть вот так вот, да? То есть, даже не нужно ее строить Она сразу же построилась А жители где? Это я пока не совсем врубаюсь Вроде бы как я поставил пустынную деревню Но никаких жителей здесь почему-то нету Может быть нам нужно переселить оттуда жителей сюда Но как это сделать, я пока что не знаю Ладно, давайте построим пустынную шахту что ли Я не знаю, что бы это ни было Давайте построим это где-нибудь вот здесь вот И посмотрим, что у нас Смотрите, как классно это выглядит Слушайте, это гораздо лучше выглядит, чем обычная шахта Вы посмотрите, здесь какой-то завод Типа есть какая-то вот шахта, из которой они добывают Уголь, камень и прочее На какой-то тарантайке это все вытаскивают И по идее наша деревня сейчас должна как-то прокачаться Вау! Она прокачалась прямо на моих глазах Не, очень классно конечно, что деревня прокачалась Но почему-то в ней нет жителей Это, это странно Эй, песочные люди, может быть какие-то там Эээ, какие-то невидимые Хм, а может быть жители должны появиться как раз Когда я прокачаю на второй уровень По-моему это как-то не так должно работать Открою вам небольшую тайну Карта еще не доработана И к следующей серии мы это поправим Но, но пока что представим, что здесь уже есть жители Просто, просто они невидимые Понимаете, они просто Они просто невидимые, да Помните, в предыдущей серии я вам обещал Что сегодня мы прокачаем нашу деревню До третьего уровня Насколько я знаю, чтобы прокачать деревню До третьего уровня Нам нужно накопить много-много кармы Около тысячи И тогда мы сможем прокачать нашу деревню до третьего уровня На самом деле я пока что не совсем понимаю как Так, пузырек Пью Нормально, выключил чисто дождь Вообще я просто, я просто, ну реально бог Я, я, я бог Ну давай, давай, карма, качайся, пожалуйста Мне нужно, мне нужно прокачать мою деревню до третьего уровня Быстрее, я хочу прокачать деревню до третьего уровня Так, 980 кармы, 985, 990, 995 и 1000 Блок вдохновения Офигеть Так, стоп, подождите-ка Насколько я знаю, с помощью этого блока Я смогу улучшить деревню до третьего уровня С помощью этого блока вдохновения Я вдохновлю наших жителей Чтобы они прокачали нашу деревню Только для этого мне нужно вначале восстановить им лес Блин, сейчас же я восстановлю лес И карма у меня отнимется О, чёрт Ну давай, давай быстрее Опа Такс Блин, у меня опять 970 кармы Да что ж такое-то Этот блок вдохновения мы должны будем поставить к ним в храм Да, если вы не поняли, это храм В котором, наверное, работают священники Которые, ну это мои ребята, чисто они там молятся Мне всё такое Короче, мы должны поставить этот блок вдохновения сюда На него нажать Оооо Там, по-моему, кто-то умирает, или мне кажется Ой, ой, братан, извини, пожалуйста Это ты настолько сильно вдохновился, что сдох, да? И ты сдох Ну ладно, ничего страшного Вы посмотрите Деревня прокачалась до третьего уровня Офигеть Вы видите, какая она стала красивая Они тут прямо какие-то золотые блоки поставили Они теперь богатые Вы шо это, вы шо богатые стали? Молодцы, ребята Мда, конечно, пока что наш мир как-то очень некрасиво выглядит Поэтому в следующей серии мы ещё сделаем его, ну, полноценным А то, знаете, шо это за лужа такая Вообще не нравится мне Пишите в комментариях, что мне сделать в следующей серии симулятора бога Обязательно ставьте лайки А не то вас покарает боженька Можете там ещё в комментариях помолиться Написать О, великий бог Жека Ты крутой Ну, там, знаете, как я люблю Делайте чисто в комментариях Молитесь Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на самый божественный канал на свете На мой канал, потому что это канал бога Бога Майнкрафта И как только наберётся много лайков Сразу же выйдет новая серия симулятора бога в Майнкрафте Ну, а с вами был Бог Жека Слишком много слова бог Короче, с вами был Жека Пока Сыновья мои Субтитры сделал DimaTorzok